Я профессиональный спортсмен, занимался спортом, сейчас уже на тренерской деятельности. В одной из подготовок случился инфаркт. Как случился? Не секрет, что все профессиональные спортсмены используют допинг. Поэтому лица моего не видно. Для того, чтобы быть конкурентно способным. На одной из подготовок начинаешь сушиться. Для того, чтобы скинуть вес, влезть в категорию и так далее. Кровь начинает сгущаться, у меня образовался тромб. Образовался тромб, который потом вследствие просто обычной сидячей работы оторвался. Я потерял сознание, очнулся уже в реанимации. Сказали, что тромб, который оторвался, повезло, что не успел добежать до сердца. За счет того, что было спортивное сердце, кровь как-то подкачивалась из-за маленьких капилляров. Успела приходить скорая, откачала сосудоразжижающий, но инфаркт был зафиксирован, тем не менее. Понятно, что в большом спорте у меня уже дорога закрыта. Перейти на тренерскую деятельность, возникают вопросы у людей, у которых я хочу работать. Там тренажерные залы, ФОК и так далее. Что не хотят человека брать с таким диагнозом, а не дай бог повтор, а еще что-то. Возникает куча вопросов. Сел я такой и подумал. В спорте дорога закрыта, на тренерскую деятельность особо брать уже нигде и не хотят. А багаж, как бы опыт позволяет работать. Но нет вариантов. И начал искать волшебный грааль. Как бы можно было бы его починить. Естественно, медики говорят, что все, рубец на сердце остался, группа инвалидности и так далее. Начал копошиться в интернете. 30 лет. Инфаркт был полтора года назад. Полтора года где-то. Через полгода, копаясь в интернете, наткнулся на Олега. Написал ему в личное сообщение. Он пригласил меня к себе в клуб. Пришел в клуб, посмотрел. И через, наверное, месяц-полтора созрел на персональные занятия. Очень все понравилось. И настолько индивидуальная была работа, что я потом еще и еще взял пару персоналок. Начал смотреть, что изменились взгляды на жизнь. Начала улучшаться семейная какая-то жизнь, личные отношения. На работе начали куда-то уже пускать, где-то там работать в одном месте, в другое. Сейчас я вообще работаю уже сам на себя и, скажем так, процветаю. Через прошло год, наверное, надо же ходить в эти спортивные диспансеры, отмечаться, проверять сердце. Через год у меня заметили изменения. Что рубец-то потихонечку начинает сам рассасываться, хотя вообще ничего не делал. И вот сегодня с утра ездил к своему кардиологу, сдал кардиограмму, на что меня чуть ли оттуда не выгнали, что я здоровый человек. Не осталось ни рубца, сердце работает в идеальном режиме, никаких патологий по сердцу вообще не видят. Что как будто бы там ничего и не произошло. Сделали УЗИ, кардиограмму, все это я могу приложить, все это могу показать. Ну смотри, вот для человека, который сейчас это будет слушать, да, смотреть там видео какое-то на фоне, чтобы твоего лица не было видно, для него это звучит сумасшедший человек, который был на допинге, который, ну это наверняка были нарушения дикие в гормональном фоне, какие-то физические зажатия, какие-то проявления жизненные, не очень хорошие, да. И теперь, ну плюс завершение инфаркта, да, и теперь вот он пришел в какой-то клуб, да, поговорил там с кем-то, позанимался психологией, и у него нет рубца, это же из разряда мистики. Скажи, что вы делали такого, чтобы эта мистика случилась? Как это было с тобой, что ты чувствовал, что с тобой происходило? Ну не знаю, ходил просто на индивидуальные занятия, где мне внушали, что у меня сердце работает в идеальном режиме. И самое, что еще интересно, забыл указать. Но что вы завершались в измененное состояние сознания, где разбирали работу твоего сердца? Да, просто мне повезло, наверное, то, что я еще из-за того, что профессиональный спортсмен, могу уходить глубоко в себя, оказался сам нам был. Вот, могу очень-очень глубоко проваливаться в себя, и, соответственно, результаты, ну настолько хорошие показали себя. Еще забыл указать, что гормональный фонус, в который вмешивались из-за допинга, просто наичудеснейшим образом через полгода восстановился полностью в норму. То есть по гормонам, по сердцу я полностью здоровый человек. Вот, все восстановило, сердце, гормоны, полностью все. На гормоны три недели ушло. Ставили крест. Человек, у которого полностью сбита вся гормональная система, она не имеет точки отсчета, потому что столько лет вливались гормональные препараты, организм уже не понимал, где свое, где чужое, сбита точка отсчета. Профессиональные спортсмены, если меня будут слушать, то они знают, что такое ГЗТ, гормонозаместительная терапия. То есть до конца жизни ты уже сидишь на гормонах, чтобы выглядеть как здоровый человек. А здесь при отмене препаратов все это уходит, и у тебя и своих гормонов нету, потому что твои уже затухли за столько лет. А извинения поступают, потому что уже как бы нельзя по здоровью. И они просто чудесным образом восстановились. Я говорю, мне просто повезло, что я оказался со мной, могу сам с собой работать. Меня Олег научил, как работать самому с собой, самому себе внушать на подсознание, что сердце восстанавливается, гормональный фон такой, как и был до. Олег мне сделал точку отсчета, когда я был на пике своей формы без фармакологических препаратов. Вот когда я там лет 12-13 назад. И в эту точку я просто мысленно перед сном возвращался. Когда у меня сердце работало как часы, меня перли там спортивные результаты, форма была просто супер. И вот я мысленно каждый вечер вот в эту точку возвращался. Я был здоров, сердце, гормоны, все. И вот через полгода, а через год вообще сейчас все это подтвердилось по документам. И гормоны стали такие же, как лет 12-13 назад. И сердце в ту же самую норму вернулось. Как отреагировали мои близкие, родственники, жена? Как? Начинают сразу все жалеть. Начинают сразу все жалеть, обнимать и так далее и тому подобное. Вот. А для профессионального спортсмена, который привык побеждать и тебя начинают жалеть, сразу начинает падать, не знаю, эго что ли свое. Вот. Ты всегда был такой сильный, всем помогал, там завоевывал какие-то медали, титулы. А тут тебя все жалеют, как будто тебя сразу записали в какие-то, не знаю, покойники что ли. Вот. И самолюбие, конечно, задевается очень сильно. Но смог показать, что все-таки я, как говорится, в душе профессиональный спортсмен. Все это переборол. И сейчас стою на планочке, даже чуть-чуть выше всех остальных. Сейчас смотрю на ребят, которые применяют допинг этот и дальше губят свое здоровье. Что я могу им сказать? Что, ребята, можно отказаться от этого, от всего, восстановиться и жить полноценной жизнью нормально. Да, пусть ты не будешь соревноваться, но, как правило, на трен... Ну, что вас потом ждет? Тренерская деятельность. А на тренерской деятельности, как правило, клиентам и людям, с которыми вы работаете, ваши медальки глубоко, без разницы. Им не важно. Им важно, чтобы ты им давал результат. Ты результат им даешь, а сколько у тебя там медалей, сколько ты там порвал себе связок, коленных суставов, там, грыж заработал, им не важно. Можно быть отлично подкованным теоретическим тренером, зарабатывать очень хорошие деньги, минуя все вот эти травмы и так далее. Безусловно, это надо вначале. Без этого никуда. Ну, прям всю жизнь ложить на алтарь большого спорта, а потом в конце жизни тебя выкинут, как ненужную вещь, потому что ты уже сломан-переломан везде. И гормоны, и нормальную жизнь ты не ведешь, ни половую, там, ничего не можешь уже сделать. Можно переходить просто на тренерскую деятельность, как это сделал я, и жить нормальной жизнью, процветать и зарабатывать еще больше, чем профессиональные спортсмены. Еще пару слов личных. Та же самая жена, как реагировала на все твоя жена? Она тебе помогала, она тебя бросила? Что было дома? Ну, с женой что произошло? Понятно, что сразу же упала финансовая сторона вопроса в семье, что уже сборы, соревнования перестали приносить деньги и затих, скажем так, интерес супруги. Ну, вот. Каждая стал жить своей жизнью, что привело к разрыву. Через полгода мы где-то развелись после этого. То есть реагироваться после инфаркта она тебе уже не помогала? Ну, я, как бы, она помогала, но большинство занимался я. Она ушла в свою работу, потому что заработка не хватало. И семья, каждый стал заниматься своей жизнью. Я своим восстановлением, она прокормлением себя. Потому что, ну, я не мог просто кормить ее. А дети? Детей, к сожалению, не было. Опять же, из-за применения гормональных препаратов ты на это время стерили. Вообще круто. Я не знала, например, что спортсмены на период применения стероидов, например, не стерили. Да, ты полностью. Ты же применяешь гормоны. Организм настолько умная штука, что когда ты начинаешь что-то употреблять извне, организм думает опачки. А зачем мне вырабатывать свое в мизере, когда тут извне да поступает, да еще и в таком количестве. На это время гормоны начинают засыпать твои. Полностью железы становятся маленькими, которые не функционируют. И у некоторых спортсменов после длительного использования эти гормоны и не восстанавливаются. То есть фактически наступает еще и бесплодие? Ну, бесплодие это при длительном. Знаю лично несколько примеров после очень долгого использования, лет 15-20 использования, про что я говорю с профессиональными спортсменами. И гормональный фон до конца не восстанавливается и не получается сделать детей. Понятно, что на время допинга у кого-то случайно получается. Но я знаю лично несколько примеров, у которых детей до сих пор нет. Уже у них полтинник возраста и детей у них нет, и они уже их не сделают. Ладно за большой спорт. Да, реально. Слово спорт и здоровье это слова антонимы. Вот просто большой спорт и слово здоровье это антонимы. А что бы ты хотел сказать тем родителям, которые сегодня поведут за ручку пятилетних малышей с расчетом, что те будут большими спортсменами? Родителям выбирайте, люди когда приходят выбирать какой-то кружок, они как правило смотрят на тренера. Вы не смотрите на его габариты или там, как бы это правильно сказать, что надо смотреть на подкованность тренера, а не на его физические данные. Что он там, чем больше, тем он там лучше, этот тренер. Как бы это вот грамотно сформулировать? Ну как сформулировать? Что родители, когда приводите отдавать в кружок, смотрите на тренера, которому вы доверяете своих детей. Готовит он профессиональных спортсменов, не готовит. Обсуждайте с детьми, смотрите, принимает что-то ребенок, не принимает что-то ребенок. Потому что, безусловно, ребенок, который вырос в хорошей семье, он не будет без, если ему там тренер будет давать какие-то таблетки, уколы, то он не будет без разрешения родителей все это принимать. Поэтому внимательно смотрите за своим ребенком. А надо ли большой спорт малышам? Вот если бы тебя сегодня привели в большой спорт родителей, ты бы пошел или ты бы избрал другой путь? Не, вы знаете, я бы, наверное, прошел бы тот же самый путь. Потому что, допустим, сейчас на своем примере могу дать людям, ну, вот эти вот знания, что лучше этого не делать. Прошел через это, через все, и могу с кем-то поговорить, кому-то помочь, где-то восстановиться. На своем примере могу показать, что так не надо делать. Ну, возможно, мне повезло, потому что Алексей оказался очень глубоко погружаемый. По-другому это сам нам. Поэтому с ним работалось очень легко и просто. Основную работу, конечно, он делал сам. Он делал сам, он делал себе правильные установки, он испытывал это телом, закреплял у себя. И результаты, конечно, не заставили себя ждать. Очень интересный момент. Алексей ко мне попал как раз под допингом, так называемым. И гормональный фон был очень, очень ужасный. Очень ужасный был на документах, на анализах. После трех недель работы я отправил его сдать анализы. И сам, естественно, он был в шоке. Некоторые параметры упали в сто раз. Я увидел отличную положительную динамику. Я, естественно, сам этому удивился и не верил. И думаю, если он задавал кому-то такой вопрос, люди тоже были в шоке, потому что так не бывает. Вопрос к тебе. Ведь в классической гипнотерапии, если брать медицинскую терапию, с гормонами никто не работает через это делать. Это действительно надо, чтобы человек сам, какие-то представления, какие-то лекаря, я не знаю. Как ты пришел к работе? Я даже не могу ответить на этот вопрос. Я не работал целенаправленно с гормонами. И моя работа заключалась в том, чтобы показать, убедить Алексея отказаться от употребления стероидов и просто вернуться к нормальной жизни. И он сможет достичь всего своим собственным усилием, телом, то, что дала ему природа. И это произошло. Верьте в себя, работайте над собой, и все получится. А вообще, что бы ты хотел сказать для спортсменов? Ведь эта зона риска тактически 100% всех, кто в большом спорте. Пускай будут счастливы, каждый выберет из них свою дорогу. Кому это мешает, они знают, что можно обращаться. Можно обращаться не только ко мне ездить, но и очень много специалистов, которые помогут понять, что они себе убивают. А кто выбрал дорогу употребления, ну что ж, это его путь. Если он поставил на кон свое здоровье, это его путь. Субтитры сделал DimaTorzok